Прошу прощения за небольшую задержку. ТКВ у нас в воле и судьбе расписанием. Ну а мы погружаемся сразу же на площадку. 1-0 ведут гостями на Конголазский УЛУС. Уж извините, буду называть их гостями, хотя номинально сегодня мы протоколы у них хозяева. Ну и пора представиться. Для вас сегодня работает Александр Ширшуков, Роман Шиплев. Ром, приветствую. Добрый вечер всем любителям мини-футбола. Ну что ж, наконец-то большой мини-футбол ворвался в алмазную столицу. Соскучились мы по этой замечательной игре. И, как мы видим на наших экранах, уже счет 1-0. Ну, наверное, надо тезисно рассказать, что произошло. Кайсаров отдавал передачу, когда разыгрывали штрафной. И на контратаке нас поймали гости. Да, совершил ошибку Игорь Кайсаров. Ну и, дамы и господа, что лучшие встречи чемпионата покажем на нашем канале в YouTube. И пока досмотрим эту атаку. Вот, сейчас и объявим составы команд тоже у нас на площадке. Начнем с Мирненского района. Итак, номер 2 на футболке Игоря Кайсарова. Под 7-м играет Владимир Мазин. Геннадий Сергеев, номер 77-й. Степан Степанов, номер 6-й. Эльдар Инамжанов, номер 10-й. Павел Репин, первый номер, голкипер. Факсим Колодяжный, под номером 8-м. Дмитрий Лужецкий сегодня под 11-м играет. Олег Ребыкин, 12-й номер. Владимир Проминский, номер 4-й. Андрей Лопушнин, номер 3-й. И Александр Демидов, номер 55-й. Мегеда Конгаласки-Улус. Первый номер на футболке у Байшова. Восьмой Аросин. Седьмой Дегтярев. Девятый Николаев. Десятый Никифоров. Двенадцатый Захаров. По 13-м играет Дмитрий. По 14-м Дьяконов. Девятадцатый на футболке у Жиркова. Двадцатый Захаров. По 22-м играет Захаров. То уже Владимир. По 25-м Скрябет. Итак, такое представление. Обязательно покажем повторю вам. Первый гол, который был. Ну, а прямо сейчас возвращаемся на площадку. Если анализировать то, что было в прошедшие уже 10-11 минут, то не сказать, что вот Мирнский район прям выделяется на фоне гостей, на фоне игроков в красной форме. Но стоит отметить, что команда из города Мирнова играет в высокий прессинг и старается встречать гостей сразу на их половине. Сейчас мы видим как раз прессинг Степанов, Лужецкий. И Меган Хангалаский Улус пытается с забросами создавать какие-то атаки, определенное давление на Репина. Итак, наша команда подготавливает комбинацию. Сейчас мы наблюдаем. Здесь надо отметить, что члены Мирнской команды это игроки, сейчас которые находятся в форме, поскольку в самом разгаре чемпионата акционерной компании Роспо-мини-футболу. Роман, я думаю, ты как никто другой знаешь. Ребят, скажи, есть ли те, кто сейчас на пике? То есть кого можно было выделить и, в принципе, опасаться мне кажется, те игроки, которые представлены у нас сейчас в команде, в нашей, это на данный момент самые лучшие игроки в самой лучшей форме. Мы здесь видим представителей Политеха, команды, которая является лидером чемпионата. Одним из лидеров также команда Шахтеров. Вот Эльдар Иламжанов у нас, 10-й номер. И в ИГСЧ, конечно же, Дмитрий Лужецкий под 11-м номером. То есть сейчас мы можем наблюдать на площадке наша рабочая молодежь и Степанов Степан, игрок мини-футбольного клуба «Алмаз-Алроса». Таким необычным сочетанием решили тренера попробовать наша команда. Также из профессионалов здесь у нас Геннадий Сергеев из мини-футбольного клуба «Алмаз-Алроса». И, к сожалению, не смог принять участие в турнире Василий Мартынов у Василия Травма. Как раз он получил накануне турнира. Да, хотя он изначально в заявке команд был, но вот на сегодняшний матч его в протоколе уже, соответственно, нет. Ну и его место занял в воротах Павел Репин. Атака сейчас была на ворота гостей. Пытались они такой заброс на половину поля соперника провести. Мяч сохраняют за собой. И посмотрим атаку в исполнении Мегеда Конгаласского. Вот как раз Никифоров наносил удар. Хочется отметить, что данный игрок был игроком мини-футбольного клуба «Заря» профессионально, который тоже выступал в свое время, буквально год назад, в высшей лиге по мини-футболу. Вот сейчас команда играет в первой лиге. И как раз вот она отправилась на тур в Лона-Де. Ну, здесь надо сказать, что положением никакого запрета на привлечение или включение в состав, как хотите, называется, да, включение в состав команд людей, игроков из профессионального спорта, такого ограничения нет. Можете также, да, заметить, что Степан Степанов, Геннадий Евгений Сергеев, да, тоже игроки, действующие игроки клуба «Алмаса-Роса». Ну, вот я разговаривал с судейским корпусом, говорят, ну, а что такое? Самое главное условие – это наличие прописки в том регионе, который представляет игрок. А те ребята, которые включены в состав сборной Миринского района, все. И вот как раз Никифоров у нас выходит один на один. Ну, ошибается, ошибается. Повезло Репину, повезло нашей команде. А потом он Андрея Лопушнина, оставил неудел, возвращается. Так, конечно, расстроен, расстроен Михаил. Десятый номер. Команда в красных майках. Сергеев начинает атаку Миринской команды. Позиционную атаку выстроит Миринца. Сейчас мячом Дарламжанов. Степанов. Геннадий Сергеев отвлекся там. Обменивался взглядами сейчас с Михаилом Никифоровым и пропустил передачу в свой адрес. На площадку сейчас будет выходить у нас как раз опытная четверка. Это Проминский, Мазин и Кайсаров. Игроки, которых можно назвать легендами Миринского. Я бы легендами не назвал, но одними из опытнейших игроков Миринского района здесь, да. И, к сожалению, для кого к сожалению, для кого к счастью, не увидим мы на этом турнире и команды из Якутска. Хотя было бы интересно, мне кажется, очень украшен был бы этот чемпионат. И команды из Нюрбинского района, поскольку не смогли они приехать на этот чемпионат. И организаторы тоже выражали свое сожалению, что так сложилось, что всего шесть команд были представлены в розыгрыше в первой лиге. Но, как знать, может быть это и к лучшему, поскольку команда, которая выигрывает данный чемпионат, двигается дальше уже по турнирной сетке и открывается для него путь дальнейший турнир. Но об этом несколько позже мы отметим. Давайте вернемся на ситуацию на поле. Такое равенство сейчас на площадке и начинает казаться, что Мирнский район устраивает такое положение и дел. И этот счет 1-0. Поэтому не видно каких-то таких контр-выпадов, активных действий. Заняли прочно мирненцы середину поля. Ну, а что гости? Гости, в принципе, пока в большинстве и атакуют издали. Видели мы три хороших дальних удара, но пока для галкипера мирнской команды они не создают большую угрозу. И большого труда. Кайсаров. Кайсаров пытается пойти в обыгрыш, но нет, подскальзывается. Да, запер его у вровки. Проминский. И в атаке. Сергей. Вот уже 18 минут играет без замен. Не уходит с площадки Геннадий. Получается, что у нас команда меняется тройками. А Геннадий все время на площадке. Сыграли так пас. Проминский. И Мазин. На короткий пас играет. Ну и вот перехватывает сейчас гости. Это Захара с мячом. И с Мазиным решили потрогать паркет. Нет, Геннадий Сергеев действовал сейчас против. Итак, хочется отметить, что здесь по правилам у нас 2 минуты последней таймы. Каждого играется чистого времени. Сергеев. Решил пить сам. Но там плотная стена из защитников. Остается в мячом. Кайсаров. Кайсаров пытается раскачать защитника. Но, увы, увы, увы. Пока внятной атаки у Миренцев так и не выходит. Какого-то острого момента такого тоже яркого не было. Меняется Геннадий Сергеев тем временем. И на поле появляется 11 номер Гидри Лужецкого. Игрок команды Вегас ИЧ. Хорошая сейчас работа вратаря была. В рамке Лужецкого как раз только вышел. Сразу с пыл и с жару нанес удар поворотом. Результатно. Кстати, достаточно жестко играет команда Мига Мига Макгаласкова Улус. Уже три команды в полу. вот александр сегодня уже у нас проходили игры турнира то есть это не первая игра у нас турнира нашего и хочу сказать что и стиль якутского футбола это как раз вот такой жесткий судьи дают играть и дают бороться игрокам он здесь мне кажется как раз таки вот и правильно сказал что судьи дают играть здесь уже все таки зависит от судейства больше пресекать ли такое на корню либо как-то здесь делать игру ярче 2-0 ян николаев записывает свой актив 1 мяч гол в раздевалку мирницам 2-0 и одну минуту остается провести на паркете в первом тайме тяжеловато тяжеловато будет возвращаться команде денисова но будем надеяться да это не тот футбол который зрители немногочисленные к сожалению сегодня ждали от команды мировского района но как говорим один коллега все еще впереди в минифутболе и за три минуты по 6 мячей можно увидеть поэтому дамы и господа еще это рано рано махачашка и Владимир как раз Проминьский Проминьский в своем стиле открывает забитые мячи мирницкой команды так что Роман кто кому здесь еще забил раздевалку не совсем понятно Владимир как раз славится таким плотнокровенным своим так спокойно забивать мячи но это непросто мне кажется сейчас выдохнула мирницкая команда и пошла в атаку напомним раз уж начали говорить о выборах которые сегодня были то это вторая игра сегодня для Мигида Конголасского ОУСа 6 часов назад в 11 часов утра они встречались с Усть-Солдавским ОУСом закончилась встреча в ничью 2-2 Ленский район обыграл Алётминский ОУС со счетом 4-0 ну а у нас тайм-аут берет Мининской команды как раз дает нам время поговорить о прошедших матчах и буквально перед этой игрой ушли в раздевалки команды Алданского района и Усть-Алданского ОУСа Алданцы из Алданского района оказались сильнее со счетом 4-2 обыграли Усть-Алданцев вот так вырисовывается картина ну и коротко о матчах следующих до 24 февраля будет проходить чемпионат Республики Сахай-Якутия по мини-футболу команды Первой Лиги встречи каждый день в 11-16-17-30-19 часов поэтому, да, вы, господа, приходите, занимайтесь на трибунах и если по каким-то причинам, например, вы находитесь сейчас в том же Мигида Конголасского ОУСа присоединяйтесь к нашим трансляциям потому что завтра, 22 февраля, вас ждет встреча в 16 часов Ленский район сыграет уже с героями сегодняшнего матча Мигида Конголасами 24 февраля мы покажем встречу между Мирненским и Ленским районом ну и также закрытие турнира в пределении итогов вот и 2-2 Геннадий Сергеев за секунду сирены забивает 2-2, друзья вот так вот, Александр, развиваются события в мини-футболе буквально за минуту мы могли добавлять 3-3 гола 3-3 гола, да я, кстати, ошибся и вот сделал пометку напротив Геннадия Сергеева как забитым мячом, но вот теперь мне и пометку сделать не надо добавим гол Проминского давай, Александр, первый тайм позади 2-2 на топло очень молниеносно развивались события у нас в завершении второго, точнее, первого тайма 4 гола из которых 3 забиты на промежутке буквально 2 минуты ну что ж, небольшой пятышку, небольшой выдох и паузер сделаем и вернемся с вами вернемся с вами уже к матчу во втором тайме второй первый мой 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 ревропор